здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня говорим о здоровье а конкретно поговорим с вами о тех заболеваниях которые лечат урологи и поэтому у нас сегодня в гостях заведующий урологическим отделением люберецкой областной болицы павел васильевич никифоров здрасте павел васильевич добрый день ну начнем с того что ну человеческое здоровье она четко пытаются разделить на какие-то отделения том числе они представлены самых разных поликлиниках больницах но понятно что урология тоже стоит такой десятки наверное до востребованных специалистов и сразу же такой вопрос на сегодняшний день чем может похвастаться отделение для тех людей которые ну имеют такие проблемы готовы к вам прийти какие у вас способы лечения до во-первых остановлюсь на нашем отделении наше отделение находится как вы все знаете в красковской больнице это люберецкая областная больница стационарное отделение номер три наше отделение рассчитано на 40 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара на этой базе осуществляется лечение в первую очередь как амбулаторно приходящих на дневной стационар так и оперативное лечение пациентов в режиме круглосуточного стационара то есть нашем отделении как я сказал 40 коек преимущественно это двухместные палаты то есть так оснащенные там душем туалетом то есть пациент находится в достаточно комфортных условиях все время пребывания стационаре приоритет нашей деятельности сейчас в первую очередь это эндоскопические это эндоурологические оперативные вмешательства то есть если раньше медицина была вся открытая были операции открытые то есть сейчас 80 90 процентов операций осуществляется эндоскопическим эндоурологическим доступом то есть через естественные мочевые пути то есть правильно я понимаю что раньше слова уролог хирург это было как-то вот прямо очень рядом вместе то сегодня все-таки речь идет о каком-то более но гибком что леда лечение если так можно выразиться сейчас медицина вся изменилась и имеется такой как бы сказать кросс дисциплинарный подход ко всем видам лечения вот здесь применяется и хирургические методы и наработки урологические и также урологи в частности берут и часть гинекологических манипуляций проводят то есть современный доктор он должен обладать многими функциями даже системно подходить к состоянию пациент да тем более и пандемия даже внесла на свои так сказать изменения еще немножко нужно быть совсем по другой специальности да вот кстати как урологи пережили пандемию но мы как и вся красковская больница участвовали в оказании помощи больным с коронавируса инфекции находились на передовой помогали людям кого-то кому-то помогли как как кому-то к сожалению не удалось помочь по многим причинам но то есть мы старались помогали чем могли лечили как могли помогали людям понятно но теперь вернемся к проблемам урологии вот так как-то у людей до сказок оказывается кажется или что у уролог от такой мужской врач это действительно так или все-таки сегодня урология это 50 на 50 урология и занимается как мужскими проблемами так и женскими проблемами но мужские проблемы это какие то есть это мочеполовая система а женские проблемы это только мочевая система то есть в нашем отделении практически поровну лежат как мужчины так и женщины но есть определенная специфика заболеваемости у женщин у мужчин естественно анатомия разное это приводит к тому что разные болячки по разному разу я так понимаю что часть других функций еще гинеколога уходит если мы говорим о женщин да окей ну и на сегодняшний день я сразу скажу что во второй части мы поговорим о ну так посвятим главную нашу на тем нашей теме мочекамены болезни потому что она такая к сожалению присутствующая в нашей жизни а сейчас какие вообще на сегодняшний день с какими проблемами урологи сталкиваются какие-то болезни помолодели какие то может быть и меньше стало случаев что происходит их сказать вот если можно было так сказать на рынке этих заболеваний урологических к сожалению сейчас отмечается рост онкологических заболеваний причем онкологических заболеваний и допустим и рак мочевого пузыря и рак почки то есть вот эти заболеваемость онкологическая она продолжает расти ну здесь много факторов которые приводят к этому это и изменение характера питания у людей раньше было одни продукты сейчас больше сублимированные продукты то есть здесь и факторы отрицательные курение этом алкоголь на вот эти факторы которые повлияли на именно вот такую специфику именно он он к урологическую современного как будто в настоящее время понятно ну и еще одна тема это вот все таки вы говорите онкология насколько пациенты возраст потому что ну когда-то считался до онкологические заболеваниям людей зрелого такого возраста сегодня ну урологическая потолок урологическая онкологическая патология чаще всего все таки это возрастные пациенты то есть если брать допустим рак предстательной железы то есть это мужчины где-то в районе от 60 и и выше возрастом вот но начинаться вот первое появление могут гораздо раньше гораздо раньше поэтому должен вовремя осуществляется скрининг этих пациентов и если говорить о раке предстательной железы то каждый мужчина после 40 лет раз в год должен проводить тест пса общий свободный индекс то есть вот эти параметры каждый мужчина должен смотреть отслеживать и если есть какие-то изменения пса в тесте то во время обращаться к урологу во время делать дополнительные методы исследования необходимые ну и еще такой вопрос может быть из разряда псевдонаучных тем не менее можно ли сказать что ну человечество развивается да и человеческий организм приспосабливается к той среде в которую он живет меняется как-то вообще структура человеческого организма все-таки если не брать все проблемы которые нас окружают возраст человеческой жизни в принципе увеличился да я имею до продолжительность жизни вот когда-то в 40 лет считался человек там глубоким стариком да сегодня речь идет там 70 80 годах вот то есть насколько эти болезни при этом врачи многие говорят что болезни молодеют то есть правильно понимаю что сегодняшние способы лечения могут позволить даже с серьезными но заболеваниями продлить жизнь пациента тут на этот вопрос можно ответить по-разному то есть естественно как сказали наши предки все течет все изменяется естественно мы организм человека он не стоит на месте определенные происходят изменения всегда то есть это и характер питания это и характер нашей жизнедеятельности то есть естественно все складывается из этого и отрицать что что-то меняется это неправильно вот по поводу старения молодения заболевания естественно то есть вот эти структуры заболевания она меняется структура заболевания меняется больше допустим мочекаменная болезнь если раньше встречалась в более в пожилом возрасте что сейчас и у молодых людей встречается мочекаменной болезни то есть то есть вот эти факторы которых мы живем то есть техногенная сфера как могут повлиять естественно оказывается на на всю нашу жизнь это без сомнений еще один такой вопрос тоже из разряда общих это очень зачастую урок считался данную до каких-то там пор таким специалистом но не то что узким но редким потому что но есть там терапевт да что такое обширный ауролог это уже узкий специалист и насколько вам удалось собрать команду людей которые готовы сегодня предоставить вот красковской больнице весь спектр логических слуг потому что ну трудно иногда бывает найти в россии специалиста вот по узкому такому и одновременно широкому давали понятно то есть у нас достаточно молодой коллектив всего 8 врачей то но это я это достаточно много легкая восьмерка великолепная восьмерка в основном докторам молодые все то есть доктора перспективные доктора у которых горят глаза то есть им хочется развиваться хочется хочется оперировать хочется как бы оперировать не просто открытым путем современными способами совершенствовать свои эндоскопические какие-то методы лечения здесь все упирается всегда как бы мы не хотели во всех учреждениях во всех больницах все в ряде случаев ограничено техническими возможностями отделений которые в общем-то оснащены оборудованием вот поэтому чем лучше оборудование тем больше горят как глаза у наших докторов тем больше они хотят реализовать себя ну а вот оборудование каким-то образом все-таки появляется появляются какие-то новые способы лечения даже самые разнообразные скажем так от маленьких каких-то инструментов до до больших аппаратов но естественно сейчас если в эпоху роботизированных операций все доктора устремляют взгляды именно на роботизированную технику лечения потому что во многих передовых клиниках есть роботы то есть если раньше доктора оперировали открытым путем потом идет эпоха лапароскопическая то есть когда лапароскопически оперировали то сейчас в передовых клиниках все доктора стремятся учиться на роботе вот у нас к сожалению такая пока таких возможностей нет но нет предела совершенства поэтому я думаю какое-то время пройдет и мы придем к этому пока мы то есть у нас приоритет это н н до урологические операции то есть через естественные мочевые пути это лапароскопические операции вот и то есть вот такой такая напряженность лекарство да все сейчас ожидают определенного подражания там что-то будет приходить с какими-то по зданиям с какими-то в общем то сложностями тем не менее ходит тоже такой может быть миф может вы развеете а может быть это правда что урологические лекарства довольно дорогие если говорить о комплексном таком подходе а начиная от сдачи анализов то заканчивая вот лечение это так ну обследоваться можно в амбулаторном звене в поликлиническом звене там идет по страховому полису по полису мс обследование ведет производится бесплатно единственное что с учетом нагруженности амбулаторного звена естественно это может занять какой-то определенный период времени в отличие там допустим от частных клиник предоставляющих анализы там за сутки двое но тем не менее как бы длительность ожидания операции у нас в среднем в больнице не составляет 45 дней максимум наверно потому что приходит пациент и мы их записываем на операции и как правило на следующей неделе пациент уже все прооперированы вот это то что касается сдачи анализов и всей цепочки вот этой в основном сложности больше в амбулаторном звене за счет вот этих определенных анализов сбора анализов вот сложности в ожидании пациентам очереди на оперативное лечение вообще никакого никакого а лекарства по поводу лекарства ну здесь и нужно разделить лекарства на оригинальные препараты и дженерики естественно препараты которые оригинальные которые может быть ушли с рынка российского естественно они могут быть там существенно либо подорожать либо остались от остаться в каких-то незначительных количествах но я считаю в плане урологических препаратов которыми используемся у достаточное количество препаратов и на российском рынке производится нашими производителями поэтому здесь в плане урологических препаратов больших проблем нет понятно но сейчас сделаем небольшую паузу вот во второй части как раз поговорим о проблемах мочекаменной болезни как на примере красковской больницы решается этот вопрос оставайтесь с нами скоро увидимся напомним что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях сегодня заведующий урологическим отделением люберецкой областной больницы павел васильевич никифоров и в первой части мы поговорили так вообще что называется о том как занимается урология в красково а теперь поговорим о конкретном заболевании ну просто вы решили выбрать такую тоже главную тему она востребована мочекаменная болезнь тем более что уже мы коснулись этой темы с той точки зрения что она может появиться неожиданно и у молодых людей вот в основе чего лежит вообще это заболевание это опять еда образ жизни или это особенности строения организма мочекаменная болезнь это болезнь которая может быть и у молодых и у пожилых то есть у любых до у любых до сей подвержены в практически все возраста то есть есть естественно генетические факторы то есть при которых формируется определенный вид мочекаменной болезни допустим цистеиновые камни есть камни обусловлены метаболизмом то есть при ожирении допустим прямым метаболическом синдроме у пациентов при сахарном диабете эти особенности которые появляются при уже каком-то определенном способе жизни да то есть как человек себя эксплуатирует он дачает при вот то есть он ухаживает как ухаживает поэтому естественно то есть причина образования мочевых камней это как это изменение происходящее в организме в целом то есть и как следствие образование камней то есть это либо какие-то изменения мочи в щелочную среду либо наоборот в кислую среду вот эти факторы их достаточно много то есть основной из факторов допустим витамин дефицит витамина d витамин d напрямую участвует в кальциевом обмене и его дефицит напрямую может приводить мочекаменной болезни этого то что когда прописывают d3 да то есть дефицит данное время витамин d даже больше является гормоном чем витамином потому что его спектр точек приложений достаточно огромен она сам человек вырабатывает этот витамин d ну человек человек вырабатывает когда посещает либо жаркие страны либо летом либо солярий вырабатывает ага да ну как говорит солярий тоже вещь небезопасно поэтому не надо этим увлекаться вот хорошо но мы поговорим еще о способах лечения и профилактики вот глобальный вопрос почему так организму судить по идее нам организм должен помогать да вот за но запрос если все нормально сам по себе он может решить этот вопрос без нашего участия даже не надо ничем там мазать этот палец а бывает да загноение начинается этот вопрос почему на камни образуются почему так устроен человеческий организм что это как-то ну не нивелируется не лечится самим организмом а наоборот скапливается ну опять же возвращаемся к проблеме питания потому что организм как правило наш может усваивать продукты в биоорганическом виде то есть соленые продукты соль неорганические вещества организм метаболизировать не может и остаются враны рано или поздно то есть продукты вот этого обмена неорганических солей которые мы получаем через сублимированную еду с консервами там с различными то есть естественно они не могут быть переработать нашим организмом и они в силу определенных причин накапливается и на фоне этого образуется камень который в большинстве случаев я бы сказал бы выходит самостоятельно то есть вот малыми дозами может быть тех пациентов которые мы видим то есть в большинстве случаев возникает мочекаменная болезнь небольшой фрагмент отходит самостоятельно при мочеиспускании то есть это как раз о том мы говорим что организм все-таки борется с этой заболеванием естественно через естественные мочевые пути может отойти небольшой фрагмент небольшой камень вот но когда процесс далеко запущен нарушение обмена веществ выраженная допустим там под подагра допустим не найдет накопление солей мочевой кислоты то есть уже когда скала а не камень да в данном случае приходим мы на до на помощь пациентам и мы уже решаем эти проблемы совместно но наша задача вот как здесь на отделенческом уровне она все-таки экстренное решить не причину заболевания решить следствие помочь пациенту справиться со следствием нарушения обмена веществ хорошо давайте начнем так с финала как правило но насколько по тупу мне еще не сталкивался с этим вот но я так понимаю что какая-то невероятная боль когда камень вдруг появляется и как аппендицит почти да как это вообще чем грозит скажем внезапное обострение этого естественно то есть мочекаменная болезнь она очень ярко себя манифестируется ярко проявляется то есть как правило проявляется в виде почечные колики то есть это сильнейший болевой синдром как правило то тупые боли в поясничной области может отдавать по ходу мочеточника может давать в проекции мочевого пузыря то есть болевой синдром это один из симптомов основополагающих мочекаменной болезни другими симптомами является там примесь крови в моче но это так бывает присутствует бывает визуально видны пациент видит примесь крови в моче вот и опасность именно мочекаменной болезни не в даже не в болевом синдроме хотя он здесь очень выражены и пациент мечется пациенту больно опасность мочекаменной болезни это присоединение вторичной инфекции на фоне обструкции на фоне закупорки мочевых путей то есть в этом случае это уже осложненная мочекаменная болезнь который может привести другим более серьезных последствиям то есть если мочекаменная болезнь не осложненная то как правило там определенным перечнем препаратом болевой синдром купируется и больной там через несколько часов уже приходит себя да ну а глобально это мы начинаем заниматься как каменотес и если это когда камень пытаются разбить как-то вообще происходит если действительно уже запущены то есть сейчас технологии шагнули далеко вперед и как правило для фрагментации камней используются различные как бы инструменты различные оборудования то есть пьезоэлектрические есть вариант дробления есть лазерные дробления то есть когда используется в первую очередь допустим тулиевый лазер есть тулиевый лазер вот есть пневма литотрипторы которые дробят ударной волной создаваемый за счет пневматики как вот его воздушно было раньше воздушные ружья вот то есть создается разряд в зоне локализации камня то есть камень выводится визуализируется через оптические приборы наши и осуществляется фрагментация вот этого карта камня и в последующем фрагменты разрушенного камня либо самостоятельно отходит через естественные мочевые пути либо эвакуируется специальными экстракторами то есть специальными щипчиками инструментами корзиночками и вручается пациенту понят и после этого прав когда произошла это камень камень и очистка то есть фактически человек выходит в нулевое состояние по отношению к мочекаменной болезни либо там еще что-то может остаться и продолжать свой рост ну здесь ситуация в чем проблема в чем в том что можно полностью освободить пациента от камня от камня на данный момент можно частично решить его про проблему на данный момент и выписать его для дальнейшего амбулаторного лечения но пациенту надо дать обязательно рекомендации как он должен себя вести чтобы эти камни не повторялись чтобы дальше человек жил пациент жил долго и счастливая вот и не сталкивался с таким проблемой в дальнейшем вот поэтому врачи амбулаторного звена занимается как правило вот такими проблемами то есть они рассказывают пациенту различные формы диет при различных камнях допустим оксалатная диета там оксалатные камни там своя диета уратные состав камня который был вытащен из пациента там где на три урата те камни который человек заработал с помощью свое своего питания то есть пойдем до каждого это индивидуально да ну я касался вопроса что есть и генетические обусловленные детерминированные камни то есть которых передаются по наследству то есть ряд камней тоже может быть обусловленных надо немножко знать о своих родственниках у кого была такая до заболевания без сомнения то есть хорошо вот такой вопрос обычно урологи очень ну как мне кажется большое внимание уделяют но понятно пищевой системе с точки зрения влияния на мочеполовую систему мочекаменную болезнь но вот вода вода соки вода как говорят с газиком до скажем молоко то есть жидкости играют какую-то роль вот в диете потому что одни говорят надо много пить воды чтобы камни не было другие говорят что это тоже слишком но влияет на систему вот с точки зрения напитков скажем так это серьезная с точки зрения напитков это очень серьезная тема также как серьезный как и еда вот некоторые пациенты любят злоупотреблять минеральной водой до минеральной минеральная вода делится на лечебную столовую и другие виды вот вот если мы говорим о лечении то это краткосрочное применение данные минеральной воды по сравнению к данному заболеванию допустим при мочекаменной болезни свои минеральные воды при желудочно-кишечных заболеваниях своя минеральная вода здесь нельзя злоупотреблять потому что как правило на нашем рынке представлены высоко минерализированные воды они могут сами по себе представлять угрозу потенциальную в принципе как фактор камнеобразования вот потому что что такое минеральная вода это растворенные в воде минеральные соли вне соли в неорганическом виде именно в неорганическом виде неорганический как я касался этого вопроса ранее это как раз фактор накопления солей и также воды есть специальные для лечения урологической патологии как правило это вода гипоминерализированные то есть они близки к дистиллированной воде близки к дождевой воде то есть они не содержат такое количество солей и как раз эти воды способствуют тому чтобы выводить соли избыток соли из организма но то есть сколько надо воды пить человеку потому что вот говорят что потому что два или три литра должен выпивать день это правда мы если говорить о воде нужно пить много воды вот много воды хорошего качества без большого количества солей это не минеральная вода однозначно простая вода простая вода вот что касается чая кофе это не относится к воде это не совсем вода ты тоже надо назначить однозначно сказать что это вода и что я пью много воды это неправильно потому что злоупотреблением кофе также может привести в том числе и к мочекаменной болезни и я задумываюсь об этом павел васильевич никифоров был гостем нашей сегодняшней программы мы хотим пожелать вашему отделению успеха еще раз напомню что она работает что есть и стационарная возможность и амбулаторная да то есть можно приходить на ночь до уходить домой что-то то есть есть разные формы лечения ну и конечно же такой щадящий подход к пациенту если уж нет сильной необходимости то резать вас никто там не собирается да вот спасибо большое напомню что это была программа открытый диалог заведующего логическим отделением любилецкой областной больницы павел никифоров был у нас гостях с вами был николай пивненко до свидания и